Март 2017 во Владивостоке можно смело назвать клубничным. Аппетитную ягоду этой весной частники продают повсеместно. А горожане не могут устоять и с удовольствием покупают ароматное лакомство. Многие признаются, для них это не только полезный десерт, но и залог весеннего настроения. А вот и не клубника. Дело в том, что клубникой называют ягоду дикую. Ту, что едим мы, принято считать садовой земляникой. Сорта поражают разнообразием. Майя высокоурожайная, засухая и морозоустойчивая. Купчиха отличается неповторимым вкусом и особым ароматом. Азия – продуктивностью, а Сирия – длительным сроком хранения. Поставщики разные бывают. Мы торгуем клубникой из Кореи. Она очень сладкая, вкусная. Люди с удовольствием покупают ее. Первые урожаи тепличной клубники от приморских фермеров созревают примерно к началу мая и покупают ее не хуже, чем импортную. Садовод-любитель Владимир Цымбал выращивал такую, чтобы окупить строительство теплицы под виноградники. Сделать это удалось довольно быстро. Садовую землянику у него скупали на продажу частники. Забирали перекупщики. У меня она плодомесывалась где-то с 10 мая и октябрь, практически ноябрь месяц. Ну, например, какой сорт вот самый вкусный у нас? Ну, для теплицы у меня самый лучший сорт, который получился, ну, альвеон или монтарейн. Говорят, если каждый день есть клубнику, укрепляются иммунные системы и стенки сосудов. При регулярном употреблении она понижает кровяное давление, улучшает память, снижает риск рака, а еще обладает мощным противоспалительным и противомикробным действиями. Ягода богата витамином С и клетчаткой, содержит кальций, калий и магний. Кроме того, она идеальна для потери веса, повышает обмен веществ, снижает аппетит и контролирует уровень сахара в крови. Но не стоит забывать, что клубника клубники рознь, ведь сегодня многие фрукты и овощи обрабатывают вредными химикатами. Поэтому при покупке этой ягоды, помните, чем интенсивнее ее аромат, тем она полезнее. Еще стоит обратить внимание на плодоножки. Они гарантия того, что ягода богата витаминами и должны быть зелеными. А вот если они сухие, значит ягода уже залежалась на прилавке. Ну, по-моему, наша ягода проходит все испытания качества, но, конечно, обязательно следует ее и попробовать. Что мы сейчас и сделаем. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.